Но я не хочу делать стрим. Здесь есть несколько предметов, которые были на аукционе, а он как раз по смф прям вот угорал. Всем привет, с вами видеоблог WarStory. Сейчас будет обзор на коленке снят, потому что я хочу сделать такую, знаете, запаковку. Я уже все распаковал, все, что здесь лежит. Сейчас у нас где-то примерно 11 часов вечера, 30 минут. Но я не хочу делать стрим, потому что слишком рано для европейского часового пояса. И я вам просто покажу предметы, которые у меня сейчас здесь лежат, потому что я их завтра утром же и отдам. Здесь есть несколько предметов, которые были на аукционе. Это вот, например, такие кастеты. Они были заценены достаточно дорого, но при этом, то есть они каждый стоят там по 1100 долларов. Плюс, получается, доставка, плюс процент мой 15%. Но нужно отдать должное, что они реально в менте. Здесь климат, 1917 год. Отличное дерево. Не разбирались. И здесь их два типа. Видите, один с такими ромбиками. Вот здесь вот выштамповка. И другой с такой вот выштамповкой по краям. То есть это два типа, две разновидности было. Соответственно, они были на аукционе, на постаукционных торгах. Они еще пока там будут присутствовать. Но в дальнейшем они сейчас, скорее всего, поедут к хозяину. Дальше здесь у нас НСКК. НСКК, причем в вороненых ножнах, таких как у СС. Плюс дальше идет еще несколько кинжалов СА. Здесь у нас два, точнее даже три ранних кинжала СА. Причем в очень хорошем состоянии. И еще один в уже позднем виде. Это РЗМовский кинжал СА. И, допустим, вот из них, из троих. Вот вы сейчас видите на экранах тоже остальные. Но из них из троих, вот смотрите здесь, есть Alice für Deutschland. Все для Германии написано. И вот видите здесь РЗМ, точнее РЗМ, СМФ, Золинген на 5 клинка. И вот меня там даже видно в отражении. Всем привет. Соответственно, такой вот предмет тоже интересный. Он в отличном состоянии. Но сейчас здесь за него просят что-то в районе 2000 долларов. Это очень приличная цена. Я, наверное, попробую поискать что-то такое, чтобы вот он стоил там 2 с копейками уже от меня. Но здесь конкретно, ну, посмотрим, в общем, сейчас будем думать. У нас же, возможно, будет какая-то скидка. ДЛВ и НСФК еще здесь присутствуют в очень крутом виде. Здесь, смотрите, видите, вот эта вот вся белая часть. И вот здесь вот, и вот здесь вот. Сейчас пальцем показываю. А вот еще крупным планом можно посмотреть прямо сейчас на экране. Это все нетронутое серебрение под лаком. То есть, грубо говоря, просто чтобы было понимание. Вот эти вот темные участки, это где лак отслоился. А вот эти светлые участки, это морозное серебрение, где лак просто в родном виде в том остался с заводском, в котором он был. Соответственно, здесь предмет, это у нас тоже СМФ. Коллекционер, который эту коллекцию передал непосредственно вот дилеру, от которого я ее взял, он как раз вот по СМФ прям вот угорал. То есть, у него СМФ есть и кинжал, и СА две штуки, и вот такой вот СМФ. Здесь ДЛВ и НСФК. Здесь чуть-чуть подбит кончик, собственно, и все. И больше нет никаких минусов. То есть, он реально в люксовом, в охрененном состоянии. Еще один экземпляр, это в околоментовом состоянии тоже радовский кинжал. Радовский тесак в производителе, это у нас Юстхов. И мы видим, что здесь практически вообще без страха и упрека. Но прайс, прайс приличный здесь получается, набегает. То есть, грубо говоря, я вот сейчас вот последний, который был в похожем состоянии, я отдавал за те же деньги, сколько с меня сейчас просят вот за этот. Поэтому я еще подумаю. Возможно, будет какая-то скидка и так далее. Но, тем не менее, сейчас пока вот я его возвращаю коллекционеру. И фулстаг тоже тут был, присутствовала. Это все одна коллекция. В околоментовом тоже состоянии. Здесь мы видим, это моряк, морской кортик. Образец 1938 года. И здесь тоже мы видим сохран. Прям приличный. У него есть потертости небольшие по золочению. Но в целом, то есть, прям вот очень хороший. С массой золочения на вот здесь вот ножнах. И единственное, то есть, у него здесь вот темляка. Здесь видны следы, что он чуть-чуть потерт вот здесь вот по крестовине. А так прям вот хороший-хороший. То есть, его насеяли прям немного. Выпуск до 1941 года, судя по клейму. Очень приличная сабля. Вот эту саблю, скорее всего, я сейчас уже и не отдам. Скорее всего, она даже в запаковку не поедет. Потому что она прям очень интересная. Я тебе мою вот здесь вот открою. Здесь видите, такая вот выраженная, ярко выраженная пятая клинка. И плюс еще с клеймом. То есть, клеймо здесь тоже присутствует. И она прям недорогая вышла. И вот поэтому ее особо смысла отдавать-то и нет. Что еще у нас здесь есть? Видите, апрельский CNT-пакет. Надо посмотреть вообще это оттуда или нет. Здесь у нас с наградным листом. Лидер Гитлер Юген Дором. Тоже присутствует. И еще один. У нас здесь кортик. Это кортик Люфтваффе образца 1935 года. У нас здесь действительно такая рабочая обстановка. Я хотел сделать стрим. Но решил потом сделать не стрим. Здесь у нас херстер в виде практически такого нового экземпляра. Посмотрите, здесь полностью алюминиевый сплав в своем родном оксидировании. Здесь у нас, собственно, показаны эти свастики. Они в лаковом покрытии. Оно не тронуто, оно не перепокрыто. И полностью клинок с незначительными царапинами присутствует. Возможно, я его тоже отложу к себе в кубышку. Посмотрим. Ну, и тоже здесь вот по ножнам. Здесь видно, здесь хоть просто вот бирку на него вставили. То есть, он реально в очень хорошем виде. Вот этот экземпляр будет сейчас. Сейчас у нас есть предоплата на вот такой вот меч Люфтваффе образца 1935 года. Соответственно, вот такой вот меч Люфтваффе. Можно будет потом дальше сделать фотографии. Сейчас просто руки не доходят. Видите, еще здесь юнит указан, указано подразделение, к которому был приписан непосредственно офицер, который носил этот предмет. Либо это была вещь казенная, которая выдавалась на церемонии. Но, тем не менее, то есть, вот этот предмет, он прямо в родной краске, в родном виде, мельхиоровый, приличный, не перезаряжен по цене. И тоже вот он, собственно, будет сейчас отправлен. Вот здесь все видно подвес. Все с ним хорошо. Незначительные такие вот есть, как это сказать, забоины по коже. Видите, по коже они здесь по поверхностному слою. В целом, наоборот, хорошо, что они не подкрашены никем. То есть, вот он как был привезен из Европы американским ветераном, так вот он и остался. То есть, без каких-то вообще моментов. Прям все очень прилично. Самое главное, что подвес тоже на месте и все есть. Соответственно, этот предмет, он пойдет сейчас к коллекционеру, потому что предоплата была внесена на поиск как раз такого предмета. И, соответственно, кто внес предоплату, у того первое предложение. Дальше еще вот этот экземпляр. Скорее всего, я его сейчас еще не буду отдавать, потому что хоть и дорогая сабля. Это у нас сабля с эфесом блюхеровского типа. Здесь мы видим раз-два кольца. Соответственно, это 19-й век без модернизации. Соответственно, в 1900-м каком-то первом или втором году уже отрезали кольцо одно. Здесь вот все на месте. И посмотрите, здоровенная рукоять. То есть, у меня рукоять детской смотрится и здоровенный широченный клин. Потому что как раз вот такие вот клинки, как Гросс вариант, они как раз отдельно ценились очень сильно. Их заказывали реже. Мы видим, что вот просто даже в три пальца клинок очень прикольный. И здесь все тоже по родне непосредственно стоит. То есть, здесь никакой нет мути. То есть, здесь это именно заводской постановки. Рукоять. Все с ней хорошо. И плюс еще прикольно, что здесь непосредственно есть посвящение. И там маск прям здесь жирный. Тоже так вот, если посмотреть. Опять же, мы сейчас качество прощаем. Просто за счет того, что я хотел сделать стрим, но решил сейчас стрим не делать. Чтобы просто не будить никого. Потому что иначе, знаете, отписка происходит, когда людей перед... Хотя, слушайте, сегодня пятница. Ладно, ничего страшного. Лучше будет. Добавим больше крупных планов. Соответственно, здесь еще, например, один есть меч. Но вот этот меч, он стоит сильно дороже. Здесь где-то у них разница с предыдущим больше, чем в тысячу. Просто за счет того, что это, во-первых, тоже с той коллекцией, где вот прям человек по СМФ прям вот упирался очень сильно. И здесь меньше царапин по коже. Но, тем не менее, клинки здесь, в принципе, одинаковые. Разница в цене заключается в том, что просто разные люди по-разному оценивают свои вещи. Кто-то готов отдать, допустим, плюс-минус по рынку. Кто-то хочет какой-то премиум. Соответственно, здесь вот у нас на этом и основана основная... Основанно базируется основная оценка и варьирование прайсов. Соответственно, что еще здесь у нас? По подвесу точно так же все есть. По коже здесь нет никаких забоев. Но, соответственно, поэтому предмет и дороже. Также здесь присутствует кинжал СС. Кинжал СС Хердер в таком, в приличном достаточно виде. Не идеальный. У него были моменты. То есть, у него здесь еще есть момент. Вот видите, здесь такие ударчики по верху на непосредственно рукояти. Но, тем не менее. То есть, по пати не видно тоже в родном сборе. Интересный вариант. Но, тем не менее. Есть моменты. Поэтому сейчас будем тоже думать. Либо обсуждать прайс, либо что-то делать. Соответственно, что еще у нас здесь? Присутствует тут у нас кинжал Алисфюр Дойчланд. Вот здесь его сложно достаточно показать. За счет того, что все мигает. Видите? И вы видите на экранах сейчас на своих. Крупные планы. Соответственно, здесь тоже СМФ. Все из той же коллекции экземпляр. И еще один предмет. Еще один предмет. А, вот этот, кстати, НСКК, который был. Он бывширо. Вот он здесь спилен. Вон, непосредственно. И вот еще один тоже момент. Это у нас Хеллер. Хеллер. Хеллер в целом вообще производитель-то, ну, такой обычный. Ну, то есть, грубо говоря, Хеллеров встретить не сильно сложно. Но Хеллер прописной на кинжалах СА достаточно нечастый вариант. Вот тоже мы видим. Вот такой симпатичный, интересный. Но, опять же, здесь по ценам, по прайсам. Потому, что человек продает условно ненуждающийся. Соответственно, прайсы тоже здесь приличные. Ну, и найти такие вещи на рынке сейчас достаточно сложно. Но это как бы моя задача. Да? Находить на рынке предметы, которые и радовали бы, и еще были по деньгам. Как бы в рамки нормально вписывались. Поэтому тоже будем смотреть. Вот этот экземпляр был в аукционе непосредственно. Тоже показан. Он сейчас уедет от меня. Поэтому здесь тоже такой вот вариант, который интересный за счет того, что клинок украшен. Клинок украшен. Здесь, получается, у нас там первая батарея полевой артиллерии полк номер 19. И на крестовине, соответственно, здесь такие же марки мы видим. То есть, 19А1 и номер оружия показан. Но клинок здесь прямо весь в работе. Такое-то интересное. Единственное, только он в ножны заходит не полностью, как это часто бывает. Кожа живой материал. Чуть-чуть подусыхает. И в итоге вот здесь вот такой небольшой зазор остается. Еще одна сабля. Это с эфесом блюхеровского типа. Сабля тоже такая приличная достаточно с головой пумы, так называемая. Ну и, собственно, наверное, все на сегодня. Это вот те предметы, которые у меня сейчас в запаковочке. Сейчас я все это дело сверну аккуратно. Кроме вот этого кортика. Кроме вот этого меча Люфтваффе. И, скорее всего, вот этой сабли. Ну, еще подумаю по поводу чего-нибудь. В общем, эти предметы еще пока в поле моего зрения. Но я не мог вам их не показать, я считаю. Ну, и вообще прикольная выкладка. Ну, вот. Пока еще в коннектикутской студии в Арсторе здесь. Но уже скоро будет другая студия, другая история. Завтра поеду в Валентаун. В Валентауне будет выставка небольшая. Там она летом такая, не сказать, что искрометная. Но у меня там уже забита встреча. Поэтому я поеду туда. И нам нужно просто будет забрать несколько предметов. Соответственно, здесь недалеко. Два с половиной часа примерно. И мы в хоккей рубимся с товарищем, с моим. И, соответственно, завтра вот как раз будет сначала игра. И потом сразу я туда поеду. Прям такой вот с корабля на бал. Конечно, здесь такое интересное. И тоже движухи, знакомства завязываются. Здесь достаточно много ребят из Восточной Европы, которые хоккеем занимаются. И здесь такая прям тусовка тоже хоккеем. Ну, прям прикольно. Получается. И здесь, грубо говоря, 4 дня в неделю ходишь на тренировки. На все эти дела. И прям такая, во-первых, социализация. Но при этом реально, ну, как бы такие... Ну, прям теплое, интересное отношение. Ну, вот. Хорошо. Поэтому завтра прям вот вообще по заряду все будет. Сначала зарядочка. В 6 утра там, получается, нужно встать. В 8 утра начинается уже непосредственно... А, нет. В 7 утра начинается игра. До 8.45. И потом дальше прыгаю в машину. Запишу каких-нибудь сториз. И еще что-нибудь выложу в телеграм-канал. Скорее всего, как раз завтра у нас выставится это видео под монтаж. Вот буквально, когда я буду ехать оттуда. Получился вот такой вот нестрим. Все, что понравилось, если что, пишите мне. Если какие-то предметы хотите увидеть поближе, тоже пишите мне. И, соответственно, не забываем про вот эту историю с тем, что мы делаем как бы перезагрузку, энциклопедии. То есть, будем рассказывать про отдельные виды холодного оружия. Как вам больше интересно. Вам больше интересно, чтобы это был общий, грубо говоря, вид предмет. Кому полагался. Когда был учрежден. И условные разновидности. Либо вам все-таки больше хочется именно такой вот внутрь войти в вещь. И посмотреть, например, какие были клеймы, какие были варианты и так далее. Потому что все объять в одном видео не получится точно. Нужно выбирать. Я поэтому жду вот этого вашего фидбэка. И буду следить за ним очень внимательно. Все. На этом я считаю, что видео можно заканчивать. Всем вам доброго вечера. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И увидимся в следующих видео. И в Телеграм заходите. Субтитры сделал DimaTorzok